Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для аниме Catching Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд, и в принципе можете выходить с него. Дальше, если у вас нет никакого эксплойта, заходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой приложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее, после того, как скачали какой-то чит, в поиске пишем нужный нам режим. Сегодня я показываю скрипт на аниме Catching Simulator. Нажимаем поиск. И на данный момент пока что есть один скрипт. Пока что больше не сделали, и больше я не смог найти, потому что режим вышел буквально недавно. Он еще находится в бета-версии, как видите. Из-за этого пока только один скрипт. Значит, чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, здесь все очень просто и легко. Мы его копируем. Заходим в игру. Открываем чит. Чит вставляем в скрипт. Дальше заходим в настройки. Обязательно проверяем, чтобы у вас была включена функция FixKickError. Потому что если эта функция у вас не будет включена, он скорее всего у вас скикнет с игры. И в игру вы сможете зайти только через час. Так что обязательно ее включаем. И также желательно использовать DLL от CRNL. Потому что это самый нормальный DLL из всех здесь, которых есть. Также напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. Дальше возвращаемся обратно. Нажимаем кнопочку Inject. Ключ я уже сегодня получал. Меня просить не будет. Там в принципе сложного ничего в получении нет. У вас, короче, откроется окошко. В этом окошке будет ссылка. Сейчас, секунду, немножко зависло. Такое бывает иногда. Ждем просто. Вот, короче, там будет ссылка в этом окошке. Вы эту ссылку копируете, вставляете в браузер. Нужно будет чуть-чуть вниз сайта леснуть. Нажать на черную кнопку. Пройти капчу. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставите в окошко, которое у вас открыто. Нажмете Enter и у вас произойдет Inject. Так, еще раз нажимаем Inject. Что-то какая-то ошибка вышла. Ничего страшного. Так, еще раз нажимаем. И ждем. Немножко подвисает, но бывает такое. Так. Опять что-то он грузит, думает. Странно. Ждем, короче. Ага. У меня вышло счета. Окей. Заново, значит, захожу. Все, вот он загрузился опять. Так, скрипт это тот. Да, это тот, который я скопировал. Окей. Так, проверяем. Все, здесь все отлично. И нажимаем опять Inject. Вот, сейчас получилось. Отлично. Ну вот, как видите, такое иногда бывает. Так что, ничего страшного, не переживайте. Если еще, просто заново чит откройте, и у вас получится заинжектиться. Ну, такое редко бывает. Вот у меня первый раз за год такое случилось. Так, ладно. Значит, я заинжектился. Нажимаем кнопочку Xcode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Так, вот он появился. Отлично. Функции, в принципе, немного. Да здесь много функций и не нужно. Самое главное, это здесь есть автофарм. То есть, включаем kill ауру. И включаем автофарм. Как видите, скрипт за нас начинает автоматически кликать. И также автоматически тпхаться к персонажам. И тем самым мы их убиваем. И лутаем, получается, с них деньги. И также параллельно прокачиваем себе урон. Также можно нажимать на catch. Это чтобы получить, получается, маленького персонажа. Так, все, я нажал. Вот, как видите, я получил. И теперь он, короче, вместе со мной будет бегать. Только для чего они нужны, я, конечно же, не знаю. Но, скорее всего, они какой-то буст, я думаю, дают. То есть, когда мы убиваем, короче, вот этих вот мобов, которые здесь у нас на карте есть. Мы нажимаем на catch и получаем вот этого маленького персонажа. Так, ну вот этого мы долго будем дамажить. Окей, давайте отключим. Значит, следующая функция это Anti-Idol. Честно, не знаю, для чего эта функция нужна. Скорее всего, это от какой-то... Как сказать? Ну, защита, скорее всего, от чего-то. Можно, в принципе, нажать, но ничего не происходит, как видите. Но, я думаю, это от чего-то защищает, скорее всего. Также, следующая функция HideNameTag. То есть, вот у меня сейчас мой никнейм написан. Мы нажимаем, и он пропадает. И ранг вместе с ним тоже пропадает. Дальше, все, что остается, это получается скорость и прыжок. Давайте сделаем все на максимум. То есть, прыгаю я сейчас вот так. И бегаю вот так. Так, спид тоже на максимум. И включаем Apple Changes. Так, скорость начала работать. Окей, отлично. Но прыжок, как видите, к сожалению, не изменился. Да, не изменился. Получается, только скорость добавилась. Окей. Ну, вот таким образом, короче, с помощью Kill Aura и автофарма фармите монетки. Собирайте вот этих персонажей маленьких. И открывайте яйца. К сожалению, здесь автооткрытия яиц нет. Я думаю, в скором времени добавится. Но пока что нет, короче. Так, ну ладно. В принципе, выключаем. Буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Вписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Избан. Всем удачи. И пока.